Галина Курдина. Если вы мне предоставите немножко побольше времени, если он у нас есть, я бы зачитала статью, но если такого времени нет, я быстро расскажу ее содержание. Значит, тема моего небольшого сообщения, это не доклады сообщения, магнитогенетика. Что это такое? Значит, ну речь пойдет об управлении поведения живых существ, начиная от каких-то примитивных существ, кончая человеком. Значит, вы слышали, наверное, о таких вещах, как оптогенетика и химиогенетика, но, к сожалению, там, значит, есть серьезные ограничения на использование обоих этих методов. И вот совсем недавно, ну как сказать недавно, несколько лет тому назад в Соединенных Штатах Америки была разработана так называемая магнитогенетика. Значит, есть в человеческом организме, есть такой белок TRPV4, который реагирует на, значит, на тепло и на движение. И вот американские ученые создали метод, который позволяет с помощью этого белка и другого белка ферритина, значит, полностью контролировать поведение живых существ. Что они делают? Это коротенько. Значит, достаточно одной иной инъекции вируса с модифицированными генами, чтобы этот вирус достиг определенных нервных клеток. И дальше, значит, вот эти вот новые участки, генномодифицированные участки начинают производить протеины, белки. Один из этих белков – это TRPV4, а второй другой – ферритин. Затем следующий какой-то участок ДНК из генномодифицированного вируса заставляет эти два белка соединиться в единую конструкцию. Потому что без принудительного соединения они друг к другу совершенно абсолютно индифферентны. Далее какая-то новая цепочка ДНК, значит, из генномодифицированного вируса заставляет вот эту конструкцию из двух белков присоединиться к клеточной мембране. И дальше начинается вот это самое волшебство. Ферритин, вот в этой конструкции ферритин, он чувствителен к магнитному и радиочастотному воздействию. А белок TRPV4, значит, он чувствителен к нагреванию и движению. При наличии нагревания и движения, значит, этот TRPV4 раскрывает пору. И вот эта конструкция действует таким образом. На эту конструкцию воздействует либо магнитное поле, либо радиочастоты. Значит, ферритин, содержащий магнитную составляющую, начинает двигаться или нагреваться. И намертво связанный с ним вот этот белок TRPV4 раскрывает свою, из-за того, что ферритин начинает нагреваться, этот белок TRPV4 раскрывает пору в мембране. Он разрывает мембрану, раскрывает пору. И возникает свободный поток ионов из клетки. А это электрический ток. А электрический ток из клетки – это и есть нервный импульс. А нервный импульс – это наши чувства, это наши, значит, ощущения, это наши эмоции, это наши мысли. И вот, значит, раньше они воздействовали гораздо более сложным способом. Раньше они вводили отдельно вирусы, отдельно магнитные частицы, отдельно еще что-то. А сейчас, как они называют, они нашли элегантный выход из ситуации. Все это делает, все это волшебство делает один вирус. И так как при воздействии магнитного поля необходимо, чтобы живое существо было близко к источнику магнитного поля, и нужно его зафиксировать каким-то образом, например, голову живого существа. Вот в случае радиочастот такие требования отпадают. На человека, пораженного вот этим вирусом, генномодифицированным вирусом, можно воздействовать радиочастотами даже из космоса. Вот это одно из объяснений, каким образом они превращают живые существа, причем любые, от личинок до человека, в придатки компьютерной машины. Ну вот это я так коротенько рассказала, хотела прочитать статью, но вот не получилось, времени не хватает. Если есть какие-то вопросы, я могу пояснить. Да, пожалуйста, вопросы есть ли? А можно эту статью нам переслать? Да, я переслала ее Ирине, я думаю, что всем желающим. Это перевод английской статьи из Guardian, значит, автор Мокастанди. И еще, если нет вопросов, тогда я использую еще одну минутку и сообщу следующее. Значит, я этим летом была в России, была в Санкт-Петербурге и решила позвонить в несколько университетов петербургских. И я дозвонилась одному из преподавателей в ЛЭТИ. И вот так как для нас, жертв вот этого радиоэлектронного, психотронного оружия, очень актуальные вопросы защиты, он посоветовал следующее, создавать такие коробки, что ли, кабинки из алюминия или меди, где можно было полностью, не без сеток, а полностью полнометаллические кабинки, где можно найти какое-то время, получить какой-то отдых от этого воздействия. И еще он сообщил следующее. Это вот для Аллы Петуховой, с которой я не могу связаться, она очень редко отвечает, к сожалению, видимо, она очень занята. Значит, он сообщил, что подобными экспериментами имеется в виду воздействие радиоэлектронного оружия на человека, модификация его поведения, и не только поведения, но и механизма принятия решений. В общем-то, много чего. Занимается в России, занимается Институт радиотехники и электроники Российской Академии Наук. То есть вот подобными вещами в России занимается этот институт. И у меня такое предложение. Если можно будет Али передать, они организовывают протесты против, значит, вот этого, этих пыток над людьми без их согласия, естественно, вот, чтобы они организовали несколько протестов перед этим институтом. Надо, чтобы академики, наконец, осознали, каким образом, какими путями совершенствуются их технологии, чего это стоит, чем жертвуют люди ради того, чтобы они продвинулись в своей, так сказать, карьере. Все, спасибо. Еще маленький вопрос. Если можно, Галина, вы нам осветите вот эту протестную деятельность в Канаде. Она у вас тоже достаточно активна, и немножко о ней скажите, пожалуйста. Ну, я, естественно, живу в Канаде, и на меня воздействует что-то из Канады в первую очередь. Ну, особой активности у нас не получилось, потому что я договорилась, ну, во всяком случае, вот в 21-м, 22-м годах, я договорилась со своей, в 21-м году летом, я договорилась со своим депутатом, значит, о том, что она представит в парламент Канады петицию против воздействия радиоэлектронного, психотронного оружия на людей, против пыток, истязаний и прочего. Она согласилась это сделать. И, значит, наша группа, ну, в основном я, извините, что так выпячиваю себя, но это правда, но и другие люди из нашей группы тоже. Мы все вместе собрали больше тысячи подписей от неравнодушных людей. Люди оставляли свои подписи, люди оставляли свои адреса в этой петиции. Наконец, мы собрали, петиция была сертифицирована, это значит, что она была проверена, что там нет каких-то ложных подписей, нет никаких фальсификаций. Это была она проверена в декабре 2021 года. И все шло к тому, чтобы эта петиция была представлена в парламенте Канады. Но 24 февраля, я думаю, что это 22 года, я думаю, что это не случайное совпадение. Это Жюли Дюпон, по-моему, Дюпон, это депутат, отказалась представлять эту петицию в парламенте Канады. Ну, вот таким образом, я думаю, что новая петиция, это уже будет четвертая наша петиция. Ну, там было еще несколько. Вот, но это другой человек представлял их в парламент Канады. Я думаю, что следующие петиции мы создадим, напишем ее и будем собирать подписи вот этой весной, летом, может быть, осенью. Все, спасибо. Спасибо вам. Спасибо огромное.